Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжая тему огород на балконе или выращивание томатов в ведрах и контейнерах, я сейчас расскажу, что можно добавить в том случае, если у вас нет натуральных удобрений, органических. Я вчера снимала видео и сказала, что при посадке я добавляю там перегной, рыбную муку, золу. Но потом я себя поймала на мысли, что все эти продукты, средства, препараты, как их назвать, обычно всегда есть в наличии у тех, у кого есть огород. Но если человек, например, живет в благоустроенной квартире, ничего не сеет, не садит, откуда у него возьмется этот перегной, этот зола? И тогда я подумала, что нужно снять еще одно видео специально для тех, у кого нет вот этих вот препаратов, средств, каких-то добавок, удобрений. Их вполне можно заменить и минеральными, ничего страшного в этом нет. При посадке, когда еще растения совсем, вот они у нас совсем молодые, маленькие, нет ни плодов, ничего. Добавление минеральных удобрений в грунт в меру, если не злоупотреблять, никакого вреда растениям не принесут. У нас есть прекрасный вот Ому-Универсал, есть Азофоска, я вот просто три на вид, есть на образец Аннушка. Выбирайте любое удобрение, но главное, чтобы оно было комплексное, чтобы было, вот такой был значок НПК, Азот Фосфор Калий. Азот заменит вам перегной, который здесь содержится, фосфор, который здесь содержится, заменит вам рыбную муку, а калий, который здесь содержится, заменит вам золу. Ничего страшного в этом нет. Все оно растворится до того, как созреют плоды, плоды будут только не раньше, чем через месяц, все оно разложится, но на первых порах, на первой стадии, вашим вот маленьким растениям, которые будут выращиваться у вас в ведре, или в контейнере, или в ящичке, они помогут развить хорошую зеленую массу, вот на первых порах дать им толчок, потому что если у вас грунт, вы взяли, например, и не знаете, есть ли там что-то содержится, бедный он или богатый, то лучше всего, конечно, добавить на первом этапе удобрения. Зайдете в магазин, выбор очень большой, или спрашивать у продавца, или смотреть самим, обязательно, чтобы было комплексное удобрение, чтобы были все азот фосфор и калий, все три микро-макроэлемента, еще желательно, чтобы там были макро, и, конечно, все вот такие жидкие, любые можно добавлять для обогащения почвы, различные гуматы, есть специально комплексные органоминеральные удобрения. Добавить можно хоть что, но в меру. Если там написано, например, 20 граммов в лунку, то вот на такое маленькое ведро, вот я сейчас для маленького, для пиноккио приготовила, делайте в два раза меньше дозу, потому что лунка это предполагает, как я подразумеваю, ведро 10-килограммовое, это полноценная лунка, а вот для таких, например, для карликовых горшечных, вот, сортов, убавляем на два, меньше в два раза у него объем грунта, значит, в два раза меньше доза вот этого удобрения. Злоупотреблять нельзя, хватит один раз, а потом вы будете в течение сезона поливать какие-нибудь, можно сделать даже дома и травяные настойки, такие же, как мы делаем у себя в огороде, можно и дрожжами, и различными настойками, другими натуральными, но если захотите, можете потом подкормить в течение сезона еще раз. Вот это краткий-краткий видеоролик, для тех, у кого нет натуральных добавок, при посадке, вот этих прикормов, их вполне можно заменить фабричными удобрениями, вот, пожалуйста, органы минерального удобрения, тут и минералка, и органика гумусы, прекрасное удобрение, возьмете одну пачку, вам на весь год хватит. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, и еще одна мелочь, вот про удобрение, при выращивании контейнером или в ведрах. Субтитры создавал DimaTorzok